Как в известном анекдоте, с одной стороны, хочется вспомнить не безызвестного Николая Васильевича Гоголя о бедах России, и с другой стороны, цитату другого российского деятеля «хотели как лучше, а получилось как всегда». Когда стал вопрос о переоформлении всех подразделений, организаций Крыма под российское законодательство, то почему-то в Министерстве культуры решили, что нужно всех закрыть, а потом создать заново. В отличие от других ведомств, которые просто провели реорганизацию. Например, наш институт Крепо прошел реорганизацию без всяких последствий. И в результате 2 сентября появилось постановление Совета министров Крыма о том, что этот институт закрывают, то есть ликвидируют и вроде как создают новый. Но опять же, на карте хорошо, а забыли про овраги. Забыли о том, что согласно российскому законодательству, после ликвидации ВУЗ прекращает свое действие. А создать новый ВУЗ, во-первых, крымская власть его не имеет права создать, по российскому законодательству. Это надо создавать только в Москве. Плюс, понимаете, создание ВУЗа – это очень длительная процедура. Это получение лицензии, аккредитации и прочее, прочее, прочее. Естественно, если этот ВУЗ закрывают, то все лицензии, все аккредитации, которые были получены, и благодаря российскому закону о вхождении в Россию они получили легализацию, они вдруг самими нашими властями оказались просто ликвидированы. И надо получать новое. А это не так просто, это очень сложно, и это длительная процедура. В результате, де-факто, я говорю, де-факто, полторы тысячи студентов оказывается на улице, преподаватели ВУЗа оказываются на улице, потому что получился вот такой некий юридический коллапс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!